Фантазии многих счастливых отцов часто хватает только на то, чтобы написать жене спасибо за сына или дочь краской на асфальте под окнами перинатального центра. Но Алексей Ванин решил поступить креативно и в благодарность врачам посадить вишневый сад. Оба ребенка родились здесь, Мирон два года назад, 29 июля, а девочка Анна, 3 августа, собственно говоря, родилась в этом роддоме. Моя супруга, благодаря ей мы пообщались с главным врачом, она дала добро и все так быстро получилось, закрутилось, и мы здесь. Действительно, первая обратила внимание на бесхозную поляну супруга Алексея, Людмила Ванина. Как человек творческий, она поняла, с этим надо что-то делать. Смотрю, такая чудесная поляна, думаю, как же было бы классно здесь усилить красоту, усилить энергию. Ну вот, да, что здесь детский перинатальный центр, рождаются детки, и сюда же посадить плодовые деревья, и цветущий, чтобы был запах, ведь беременные ходят, да, и всем настроение бы улучшалось. На инициативу семьи Ваниных откликнулся владелец питомника плодовых деревьев и кустарников Михаил Боровков. Он и предоставил саженцы вишни и дюка, гибрида вишни и черешни, и сорта выбрал подходящие. Это самый лучший дюк из всех, который существует, называется кормилица, он считается эталоном вкуса. Крупные плоды, черные, не осыпаются, ароматные, сорт очень замечательный. Помочь супругам со столь необычным подарком перинатальному центру вызвались друзья и коллеги по работе. Как выяснилось, у многих есть опыт высаживания плодовых деревьев. У меня вообще папа-агроном, сама я вообще из Тамбовской области родом, у нас там есть участок большой и много саженцев, каждый год его, конечно, высаживаем, но ухаживать все-таки у меня больше папа, бабушка. Первый урожай в новом вишневом саду можно собрать примерно через 2-3 года. Максим Козлов, Екатерина Добрятова, Видное ТВ.